Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я путешествую на машине с семьей по заграницам. И люди, которые хотят путешествовать, они очень часто отказывают себе в этом удовольствии. Почему? Потому что боятся, что... А что, если машина сломается? Что делать? Ну, друзья мои, я исхожу из того, что машины ломаются не только у меня, но и у всех. И люди здесь тоже ездят на машинах, и, наверное, они как-то ремонтируют, с одной стороны. С другой стороны, кажется, что все это дорого, но так как мы ездим на иномарках, поэтому запчасти, что мы покупаем за валюту, что здесь покупается за валюту. То есть примерно стоимость ремонта будет одинакова. И я уже несколько раз ремонтировал машину за границей, ничего в этом сложного нет. И сегодня я заметил, что машина очень плохо тянет в горах, когда мы через перевалы едем. Едем там, ну, просто слабая тяга, мощность теряется. Поэтому я решил ее просто проверить. Ну, где проверить? Бош-сервис. И вот, въезжая в Тбилиси, я увидел много разных сервисов. И сегодня утром просто я взял, сел в машину и поехал туда же, в Сторманцхете. Нашел Бош-сервис, тут же заехал, все шикарно организовано. И за примерно те же деньги, что и у нас, я думаю, что дешевле, мне достаточно быстро сделали машину, там сделали диагностику. Оказалось, что, ну, фильтр надо поменять всего лишь, там заслонку почистили. И все вернулось на место, машина стала ездить намного лучше. Вот. Что еще у меня было? Какие неисправности? Ну, где-то во Франции, там, на эвакуаторе, один раз мне меняли подшипник ступичный, один раз в Вене меняли подшипник ступичный, в какой-то вообще гаражах непонятных. Один раз меняли на эвакуаторе, да, на эвакуаторе это было во Франции. Еще раз на эвакуаторе мы, у меня тормоза отказали, тоже на эвакуаторе нас отвезли в автосервис, но там, ребята, это была японская машина, ребята отказались делать, ну, то есть, что могли, они сделали, денег не взяли, сказали, что мы официальный сервис, мы не можем машину в таком состоянии выпустить, вот, но, тем не менее, они выпустили, я подписал какую-то страшную расписку на французском языке, вот, и, ну, не надо бояться вот этого. То есть, друзья мои, все машины ремонтируются, и все решаемо, ну, конечно, язык надо знать все-таки, вот, ну, грузинский язык я не знаю, но, тем не менее, вот, ну, я объяснился. Когда у меня во Франции впервые поломалась машина, я тоже не знал французского языка, ну, ничего, вот, сейчас я уже знаю, что там, как тормозные колодки, по-французски, там, по-английски, на любом языке, я уже знаю, вот, итак, ничего не бойтесь, путешествуйте на машинах, если будут проблемы, их всегда можно решить.